В капусте есть витамин У, который уменьшает вероятность развития гастрита. Поэтому в качестве профилактики гастрита и язвенной болезни капуста может быть полезна. Но если эти заболевания уже есть, в период обострения сырая капуста и капустный сок должны быть исключены. Они обладают сокогонным эффектом и могут усугубить симптомы болезни. Поэтому не пытайтесь лечить гастрит и тем более язву желудка капустой или капустным соком. Горчить белокочанная капуста может после долгого хранения в неправильных условиях. Например, если капуста потеряла слишком много влаги. Но не спешите выбрасывать такой продукт. Убрать неприятный вкус поможет предварительное замачивание в холодной воде. А после этого из капусты можно готовить любые блюда. Употребление в пищу овощей семейства крестоцветных, к которым относится капуста, действительно может спровоцировать вздутие в животе и повышенное газообразование. Во всех видах капусты присутствуют серосодержащие соединения, из которых в кишечнике образуется сероводород. Также капуста – источник клетчатки, любимой пищи для бактерий-пробиотиков. Съеденная в больших количествах, она может усилить газообразование. Уменьшить его поможет кратковременная тепловая обработка капусты в воде или добавление куркумы, семян и зелени укропа, тмина и кориандра во время приготовления. Капустную кочерыжку лучше не употреблять в пищу. В ней, как и в самых верхних листьях капусты, накапливается больше всего нитратов, если овощ чрезмерно удобряли. Опаснее всего, если кочерыжка имеет не белый цвет, а словно покрыта бурыми или розоватыми пятнами. Употребление ее в пищу может вызвать аллергию или отравление, особенно у детей.